Я думаю, какой в работе посложнее входить? А откуда такие садистские наклонности? Я боюсь, что ты не боишься никакой работы. Мне говорится, что такая хозяйственная. Ну, хладеется, когда у меня время здесь, хладеется, да. Даже иногда бывает, что-то дома готово. Даже? Раду, все уже забыли. А для этого было последний раз. Понятно. Спасибо. Я-то говоря... Да, спасибо за программу. За правду. Нет, спасибо за программу, что ты согласились. Если что муж здесь помнил, то, наверное, я что-то еще умею. Хотя, честно говоря, были сомнений. Думаю, не потеряла ли я квалификацию. Ну, знаете, как хладится. Да, нормально? Вначале. Ну-ка. Горячий. Конечно, просто хороший мой будет оставить еще. Слушай, а салат должен быть именно горячий или их можно остудить? Нужно остудить. Нет, не принципиально. Салат должен пахнуть вот бенком, кастром. Ну, да, ну. Покурить на день сейчас немножко. Ну, можно. Ольховую кружку. Да, да, да. Знаю, как легко. Как легко идет. Направь мне, я тебе подложила. Не надо заедать. Ну, в общем, я не могу снять, понимаешь? Все. Я не могу. Ну, хорошо. Обмани зрителей. Скажи, что сняла. Мало-то в курках витамины, правильно? Правильно. Вот этим все и будем спакать. Вот и все. Вот тебе баклажанчик, посмотри. Гениально. Ну, все. Я баклажаны чистить на собачьих. Закрытыми глазами. О. О. Я лучше чистить чуть баклажанов. Ну, что ты никогда раньше не делал салат к шашлыку? Я не такое делал. Знаешь, я люблю просто порезать помидоры, лук, огурцы, зелень. Даже не поливать маслом. Соль, перец. Угу. И к мясу вот это очень хорошо. Одно. Я вот с баклажанами, знаешь, что люблю делать? Угу. Я скажу. А ты берешь баклажанчик. Так. Ты знаешь, вот так вот, как вареньки, вот здесь, челочка. Да. Кладешь туда кудючные кусочки кудючного жира барани, соль и перец. И после этого кладешь на решетку. И вот этот щелк там тает, и он у нас внутри поджаривается. Вот это пахнет так, что можно рехнуться. А еще я вот, знаешь, что делать баклажанами? А. Я их надрезаю по всей длине, чуть-чуть вот так вот. И шпигую, на шпиговую чесноку, в поле. Тоже неплохо. Да, и зеленью. Вот сколько туда вот поместятся, в эти вот отверстия. Так. И потом обжариваю. А в Молдавии знаешь, что делали? Они, у них такие, у всех, стоят печечки на участке. Угу. Ну, как мангалы такие, там, закрытые печечки. Они вот этот баклажанчик переслеваются. Вот такими лепестками. Угу. Нет, никогда его не режут. Они его сначала кладут в печечку, и у них лопается шкурка. Они шкурку снимают, и потом на сковородочку растительное масло и чуть-чуть уксуса сверху. И вот буквально минуту они это обжаривают. Оторваться нельзя, а под домашнее молдавское вино оторваться невозможно. Помидора без кожуры такой беззащитный вид. Да-да-да. Такое прям... Трогательное очень, да? Да. Уа-а-а! Ничего, ничего. Зато все увидят, какими трудами, какими жертвами вообще давался вот этот сарлат. А скажи, пожалуйста. Да. А он сейчас-то заправляется? Да, посолочным маслом. Я люблю посолочный масло. Да? Поэтому в моем варианте заправляется именно им. Можно помешать? Можно. А, смешно, потому что зелень-то и лук у нас не пищевая, да? Да, да, да. И впадается вот на зубок, и так похрустывает приятно. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой.